День Победы встретили в Ходькове. Более пяти тысяч жителей этого города и близлежащих деревень погибли в годы Великой Отечественной войны. День Победы – это великий праздник освобождения от нацизма, от фашизма. Это наши деды благодаря им. Мы существуем, мы есть. Спасибо им за это. И мы пытаемся привить эту память нашим детям, нашим внукам. Мы пришли сегодня с женой на этот праздник. И с нами пришел внук. Перед праздничным шествием на улице Калинина сформировали колонну бессмертного полка. На построение пришли все те, кому дорога память о фронтовиках-победителях. У горожан в руках фотографии их родных – участников Великой Отечественной войны. Мой родной дед, Прибылов Андрей Михайлович, в августе 1941 года был призван в ряды рабочей крестьянской Красной армии. Я работал в Малом театре в Москве. Значит, сразу его как призвали, буквально в течение первой недели он по Смоленскому погиб. Это мой прадедушка Петр. Он пошел на войну в 17 лет, обманув военкомат, что ему 18. Обучился и стал командиром расчета. Степанов Николай Егорович. Он с 17 лет пошел воевать. Вернулся живым. Еще у нас воевали две бабушки, два дедушки. Ходьковский бессмертный полк поддержали несколько сотен человек. В торжественном марше приняли участие жители и гости города. Единение – это самая главная задача, будем говорить, с сегодняшнего дня. Вы знаете, у нас в Ходьково это получается. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех жителей Сергея Посадского района и жителей Ходьково, конечно, тоже с праздником Великой Победы. Минутой молчания почтили память невернувшихся с войны и умерших в мирное время фронтовиков. Делегации от предприятий и организаций городского поселения возложили цветы и венки. После торжественного митинга гостей ждала большая праздничная программа. На площадке в Парке Победы развернулась реконструкция боя последних дней войны. Как можно пройти мимо такого праздника? День Победы – это та дань, которую надо просто, я думаю, считаю, необходимо каждому отдать. В этот день прийти на площадь, помянуть дедов, прадедов, детей войны. На творческих площадках можно было сделать снимки военных лет, а также увидеть быт советских солдат, госпиталя и призывного пункта того времени. Мы хотим приобщить детей к такому хорошему занятию, как оказывать первую помощь, как это делали во время Великой Отечественной войны. Мы специально изучили приемы оказания первой помощи, которые делали на поле раненым, то есть без всяких приспособлений дополнительных, только пакеты, очень быстро и грамотно бинтовать голову, конечности. После окончания реконструкции военного боя праздничная программа продолжилась в стенах культурного центра Елизавета Мамонтова с довоенной танцевальной программой и большим праздничным концертом. Полина Иноземцева, Иван Буланов. Программа События.